Ну что, всем привет, ребята, с вами я, Соня, и сегодня у нас будет такое, знаете, познавательное видео, поэтому я опять в очках. Буду рассказывать вам сегодня свою историю изучения английского, как это у нас происходило, как у меня проходили всеразличные уроки, где я проходила. И вообще я немножко хочу еще рассказать про онлайн-школу Skillbox, потому что много слышала, и вообще в целом расскажу свой опыт, поделюсь своими впечатлениями, своими мнениями. В общем, давайте с вами начнем. И начнем, как я вообще познакомилась с английским, ну, мне кажется, как у многих, это было во втором классе, вот нам ввели этот замечательный урок, в котором мы проходили все вот грамматики, слушали песенки, танцевали, я до сих пор помню вот это вот Макака, Манки, забыла, как ее зовут, в общем, она там под музычку, интересно, так это нам включали, аудирование. Уроки проходили примерно вот в такой вот обстановке, что, в принципе, английский я не особо выучила в школе, да, потому что учителя у нас постоянно сменялись, то одна уйдет в декрет, другая придет опять, уйдет в декрет, и вот так вот они, знаете, пост сдал, пост принял. Да и у меня особого желания не было, потому что я не понимала смысла, зачем мне надо, зачем мне вообще учить какие-то языки. Но со временем мне стало интересно, и начала сначала самостоятельно все это делать, смотрела все различные видеоуроки, купила себе даже книжку на английском, это была книжка «Ой, маленький принц», вот, и я ее читала, прочитала на английском, конечно, прочитала три странички, наверное, и потом забросила, ну, в общем, самоучение, самообучение тоже у меня немножечко хромало, поэтому тут я тоже решила забросить, и так вот где-то до класса девятого я вообще не задумывалась опять насчет этого английского, думала, я даже не думала, я не вспоминала про него. Ну, и наше время, собственно, оно современное, у нас есть несколько вариантов, как бы мы хотели изучать английский, и я тоже как бы знала, что есть вот офлайн-режим, есть онлайн, и я пробовала все вот эти форматы и самообучение. Давайте я расскажу сначала про офлайн-опыт. Я проходила, наверное, где-то почти год вот в офлайн-школу, лично приходила, лично садилась перед преподавателем, и разговаривали мы с ним, изучали какие-то новые там темы, грамматику, и поначалу мне все нравилось. Я, ну, была под такими большими впечатлениями, что, вау, со мной разговаривают по-английски, я такая вот English woman, но на самом деле я понимала, что преподаватель мне не подходит, но ничего я сделать с этим не могла. И вот это вот огромный минус офлайн-обучения, потому что ты как бы приходишь в школу, и тебе уже предоставляют вот определенного преподавателя, и ты не можешь там сказать свое «фи», что тебе не нравится преподаватель по каким-то определенным причинам, и тебе его быстро не смогут поменять. Поэтому для меня это был большой минус, но я как бы ходила, и не то что терпела, но как бы терпела. Каждым разом, когда я приходила, я понимала, что, ну да, наверное, я все-таки уйду, уйду из этого места, и буду себя пробовать в других форматах. Ну и попробовала онлайн-формат, для меня это было что-то новое, много раз видела и все различные рекомендации, и просто мне друзья советовали, и от блогеров я слышала, что есть скиллбокс, который помогает изучать английский, и у них какие-то вот свои способы обучения интересные, и мне стало самой интересно узнать, правда ли это так. Поэтому я, собственно, на своем личном примере, чтобы убедиться, чтобы узнать, что это такое, я пошла изучать на скиллбокс. И вообще, первое, о чем я боялась, да, я именно боялась того, что будут неловкие такие какие-то моменты, что вот я буду стесняться, и мне когда будет не по себе, я каждый раз этого боюсь, и не только в онлайн-режиме, и вообще в целом, когда я иду в новую какую-то вот для себя, в новое место, мне становится немножечко неловочко, неловко мне становится, и тут вот тоже такое было ощущение. Но вот я сижу, вот-вот начнется урок, перед этим мне заранее написал мой преподаватель, что вот, Софья, у нас в такое-то время урок, так что давайте минуты через пять мы с вами подключимся. То есть уже немножечко она расположила меня к себе, чтобы мне стало спокойнее, чтобы мы с ней познакомились уже заочно, как бы знаем друг друга, вот, и когда я уже садилась перед экраном, мне было спокойно. И у нас начался урок, я там сняла несколько кадриков для вас, так что посмотрите на мои попытки что-нибудь сказать, какие-нибудь фразы на английском, переходик. В начале урока преподаватель со мной познакомилась, рассказала мне о курсах КСП в Skillbox, что это такое, потому что я, если честно, не знала, и вот познакомилась, узнала поближе эту платформу, и вообще в целом настроилась на волну обучения. Наша задача с вами сегодня ощутить на практике, что же такое наша методика КСП, как это всё работает. Скорая встреча, я бы сказала, у тебя средняя такая, не слишком быстрая, не слишком медленная. Жестикулировать тебе достаточно комфортно во время разговора. Пять раз. Do this, do that. 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 Ну, окей, 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 thank you, thank you. Мы называем это небольшой такой артикуляционной инертностью именно в плане говорения по-английски, потому что мы используем разные мышцы, на самом деле, когда говорим по-русски и когда по-английски. Чувствовала это? Ну да. Наша задача на наших уроках разогреть, разработать те мышцы и подключить их, вовлечь активно в работу те мышцы, которые нужны для речи на английском. Я могу делать видео, тренировать спорт. Окей, ты можешь делать спорт? Безвей, что спорт ты любишь? Так вот, мы разминаемся с помощью такого приема, который в КЭСПе называется снежный ком. Снежный ком, вот он сначала маленький, да, мы его делаем снеговика, и у нас этот снежный ком всё больше и больше. То же самое мы делаем и с фразой. То есть мы её как бы слово за словом наращиваем, но теперь задача, смотри, наша задача мышцы разогреть, поэтому прям можно даже прикоснуться, например, да, вот, ну, сильно напрягаем мышцы, вовлекаем, и мы сейчас по слову, да, слово за словом соберём. Repeat, now, repeat after me. Ну и в процессе урока у нас был small talk, в котором я смогла попрактиковать свои новые слова, которые изучила на уроке, вот. Вот, и вообще в целом узнала новые способы, новые вот эти вот методики, как изучать английский, с помощью жестов, с помощью наших пальчиков, в общем, необычно. Получается, мы с тобой сегодня, немножко я узнала о тебе как о собеседнике, я постаралась применить это в наших активностях, да, мы с тобой писали, потому что ты запоминаешь всё визуально. Мы начали подключать мышцы, которые используются для английской речи, да, мы их разогрели, начали вовлекать в работу. Ты узнала несколько приёмов КЭСПа. Каких, например, какие сама помнишь, да? Рука, одна и две руки. Шестикуля, да, это техника речи у нас, да. А разминку мы с помощью какого способа тренировали? Снежный ком. Снежный ком, и точно так же с текстом, да, с снежным комом работали. Всё верно. Ну, и после первого урока я осталась под большими впечатлениями. Это моя любимая фраза, которую я впихиваю куда угодно, но тут, правда, я осталась под огромнейшими впечатлениями. Мне очень понравилось и удивило, что преподаватель сделала анализ моей мимики, моей подачи информации. Вот она сказала, что вот у меня средняя скорость темпа речи, что вот там дальше я уже забыла, если честно, что мне ещё там сказали. Ну, в общем, сказали, что, в принципе, я люблю жестикулировать своими руками. Когда я, там, допустим, произносила какое-то слово, я должна была своими руками проговорить это, помогая себе пальчиками. То есть, например, hello, hello, вот так вот, hello. В общем, мне это даже сейчас понравилось сделать, поэтому способ меня удивил. Но я, правда, очень хорошо жестикулирую своими руками. Постоянно, когда что-то объясняю, мои руки, они как вертолёт крутятся 24 на 7 и на 360 градусов. Поэтому способ мне понравился. И давайте немножечко скажу про домашнее задание. Вот мне его отправили. И вообще для меня домашнее задание всегда было таким, что, блин, домашнее задание не хочется делать, мне неинтересно, я даже не хочу смотреть. И тут я тоже боялась, что, наверное, я буду лениться, мне не захочется вот это ничего делать. Но после первого урока мне преподаватель скинула домашнее задание. Всё это было на вот платформе самой, где спокойно я зашла, посмотрела, какие темы, какие задания. Мне было самой прямо интересно зайти и посмотреть на вот эти задания. Я решила как бы, что я их сделаю прямо сейчас. Поэтому тоже вот подсняла немножко моменты, когда я сидела домашнее задание выполняла. Так что посмотрите на мои, да уж, чё сказать, не мучения. Не, нормально мне было. Мне было весело. Пришёл у нас один англичанин. Называется Шотландец. Почему я не говорю по-шотландски? Муа! Ну вот и иди. Иди, иди, иди. Кстати, очень необычное вот у нас идёт следующее задание. Прослушать два-три раза, прочитать, повторить разными голосами несколько раз, новые слова записать нерабочей рукой и проработать пальчиковым методом. Записать каждую фразу на аудио, смотря только на русский текст. Звучит уже, знаете, так это интригующе. И сразу же хочется выполнить это задание. It is interesting to communicate with teenagers. Давайте с вами запишем. О, я подумала, это я говорю. Кстати, наверное, самое сложное было при выполнении домашнего задания это активно жестикулировать своим ртом, потому что, ну, в обычной жизни мы с вами так не разговариваем, что вот, hello, my name is Sonia. Ну, то есть, мы так не разговариваем. Но, конечно же, я понимаю в своей голове, что если мы будем жестикулировать активно ртом, то наши мышцы, они будут запоминать, так как у мышц долговременная память, и как бы в определенный момент они запомнят наше вот это произношение. Но это было самое сложное для меня, поэтому я забывала, и иногда просто говорила вот без каких-либо интонаций и без старания. Но потом я включалась и заставляла себя немножко активнее работать своими мышцами. It is not busy... Ай! Итак, сейчас надо с разными эмоциями. Давайте. It is not busy... Какой busy? Easy. Easy, easy. It is not easy to be a good parent. It is not busy... Да какой busy? Не busy. It is not easy to be a good parent. It is not easy to be a good parent. It is not easy to be a good parent. Ладно, пока что у меня немножечко еще плохо с этим выходит. It is not easy to be a good parent. It is not easy to be a good parent. И вообще я вам не сказала, кстати, такой маленький эксклюзив, ну такой небольшой. Я вообще английский не понимала, для чего мне учить. У меня не было какой-то определенной цели. Ну, то есть сначала вообще не было. Потом я подумала, ну я это учу для путешествий. И в принципе, да, это так и есть. Я бы хотела это выучить, это английский выучить для путешествий, чтобы спокойно, комфортно себя чувствовать в разных странах. Потому что, ну, понятное дело, хочется ездить в разные там города, страны и понимать людей, а не стоять с открытым ртом, не понимая вообще, что от тебя хотят. Поэтому как бы это первая такая вот у меня задача и мотивация, для чего мне это надо. А также, также у меня в моей голове, и не только у меня в моей голове, и у моей подруги появилась такая вот необычная идея, что мы бы хотели попробовать поработать с тюардессами. Я это еще никому не говорила, то есть это вот прямо вот, ну так, решила вам рассказать. Вот. А для этого надо знать английский. Знать уровень, чтобы ты умел понимать человека, что от тебя хотят, мог базовыми фразами отвечать и спокойно, как бы, ну, разговаривать в таком разговорном стиле. Вот. Поэтому, как бы, и у меня появилась вторая вот эта вот цель, вторая мотивация, выучить его для того, чтобы хотя бы сходить на собеседование на стюардессу. Зачем я добавляю акцента на стюардессу, я не знаю. Ну, в общем, просто вот новый такой этап в жизни, чтобы рассказывать истории. Мне так захотелось, правда. Не знаю, что из этого выйдет, но, по крайней мере, мы уже сделали с вами первый шаг, мы начали изучать английский, что уже, как бы, ого-го, уже большой, широчайший шаг. Поэтому я, как бы, иду к цели. По крайней мере, на это надеюсь. И что вообще, если вот подытожить мой такой рассказ, мой опыт, как я вот поделилась тем, как я изучаю английский. Кстати, сразу же скажу, спрошу, пишите в комментариях, изучаете ли вы английский, или какие вы еще языки изучаете. Мне вот интересно узнать. Скорее всего, для меня ближе будет онлайн-формат, потому что я была, как повторюсь, и там, и там. И в оффлайне все равно ты чувствуешь такую некую напряженность, что как будто бы вот, если у тебя что-то не получилось, тебе могут сказать. Но это я лично про свой опыт говорю, потому что кому-то может повезти с преподавателем. Но у меня вот было такое, как будто надо мной облако, что если вот я что-то не скажу, в меня стрельнет молния от преподавателя. Поэтому в онлайн-режиме мне было спокойнее, и я понимала, что если я сделаю ошибку, ну ничего страшного, можно же исправить, спросить, так, а как это правильно? И тебе ответят. Поэтому вот для себя я ответила так, что онлайн-формат — это самый лучший вариант для меня. И онлайн-школа, а именно Skillbox, помогла мне убедиться в том, что изучение английского очень интересно, очень необычно. И меня преподаватель тоже спрашивала, как мне вообще урок, какой мой отзыв, какие эмоции. Я вот на каждый такой вот вопрос отвечала, что это очень необычно. И правда, если вы сами попробуете поизучать английский, вы поймёте, что английский можно изучать такими необычными способами, и сначала ты думаешь, ну это правда нерабочее что-то, ну что за ерунда? Но когда ты это начинаешь делать, осознанно делать, ну то есть понимая, что вот сейчас я это делаю, и потом твои мышцы, твои вот мышцы, они же у нас долговременная память, они у тебя сами выдают. Ты даже можешь подумать, вообще неверный ответ, а мышцы ответят абсолютно правильно. Поэтому необычные способы всё-таки работают. Вот. А я поделилась своим опытом, буду продолжать дальше учить. Впереди у меня, возможно, собеседование на стюардессу. А почему бы нет? Влоги стюардессы никто не отменял. Ладно, в общем, не будем заглядывать далеко в будущее, но просто даже для себя изучать английский, чтобы мозги наши работали. В дальнейшем я бы хотела ещё изучать какие-нибудь другие языки. Вот уже немножечко начала в дуолинго изучать итальянский. Мы вместе с подругой вот как бы начали. Кто быстрее выучит, но я проигрываю пока что. Ну давайте в конце скажу что-нибудь на английском. Bye-bye. Всё, что я могу сказать. Нет, ладно, давайте уж составим. My name is Sonia. I live in Kirov. I Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok